Всем привет! Я рад приветствовать вас у себя на канале. Давно не выходило видео, но для тех, кто впервые попал ко мне на канал, я расскажу немножко, что здесь происходит. Это серия видео, посвященная модулярным синтезаторам, которая называется «Модулярные будни». Здесь я рассказываю о своих синтезаторах и вот собираю вот такой вот синтезатор. В ближайшее время он уже будет собран. Дальше посмотрим. Если это направление окажется востребованным, то я буду продолжать снимать, возможно, и про другие модули. А также я рассказываю здесь не только про модульные синтезаторы, но и про другие синтезаторы. Делаю джемы, записываю это все и выкладываю. Если вам понравится видео, обязательно оцените его, потому что алгоритмы YouTube требуют такого внимания. И если видео останется незаметным, то его увидит мало людей. А я заинтересован в том, чтобы его увидело больше людей, тем самым у меня появится интерес снимать больше таких видео. Если вы хотите получать больше таких выпусков, то обязательно нажмите на колокольчик. И тогда вы точно ничего не пропустите. Также я хочу напомнить, что вы можете задать мне вопрос, внизу будет ссылка, ответ на который я буду записывать в своем следующем видео, посвященном вопросам и ответам. Сегодня у нас снова интересная тема, и это осцилляторы. Ну и пока мы не погрузились в процесс познавания нового модуля, я хотел бы разыграть свой постер. Вот этот вот, который в прошлом видео я обещал разыграть. Был вопрос, на который поступили ответы. И этот постер я отправлю человеку под никнеймом IonGraph или IonGraph. Мне понравилось в его ответе то, что он четко уверен в том, что он хочет делать с модуляром, не имея его. У него есть цель даже вплоть до того, что он хочет определенный стиль писать музыки. И поздравляю тебя, этот поедет к тебе. Напиши мне, пожалуйста, свой адрес, и я тебе его отправлю. Напиши в Инстаграме или где тебе будет удобно, в Фейсбук или Инстаграм. Ссылка будет в информации к каналу. Довольно ценно, когда у человека есть какая-то идея, и она долго вынашивается. У тебя обязательно все получится. Вот, спасибо за участие в конкурсе. И, кстати, сегодня я также разыграю еще один постер. Он, правда, будет вот такой цветной. У меня просто эти постеры остались в фестивале. Мы участвовали в фестивале в одном, где печатали их и продавали. Но поскольку у меня их довольно приличное количество, я решил, чтобы они не пропадали. Вот, пустить их в дело, и буду просто разыгрывать. Вопрос будет в конце видео, так что следите. Итак, осциллятор. Что же такое осциллятор? Осциллятор — это источник звука. То есть это генератор звука, который является, в принципе, основным в синтезаторе. Он может быть аналоговым или цифровым. Аналоговый — это когда в его схемах используются аналоговые компоненты. Это транзисторы, иногда лампы и прочие интересные вещи, которые звучат тепло, как-то харизматично. Но аналоговые синтезаторы имеют свои недостатки перед цифровыми. Цифровые осцилляторы — это осцилляторы, которые программно генерируют звук. То есть, в принципе, как VST на компьютере. Но от VST они отличаются тем, что в модульном синтезе у них есть дополнительные инпуты, то есть входы, где вы можете назначать какую-то модуляцию. И свою историю я хотел бы рассказать из далекого 2014 года, когда я впервые увидел один из крутых осцилляторов. Он называется Brights. У своего приятеля, когда у меня еще не было модуляра, у меня было тогда еще только Bust Station и Waldorf Blackfield, два синтезатора. Я протащил к нему Bust Station, у него есть CV-инпуты. И я пытался подключить к модульной системе. И вот там увидел я у него впервые тогда цифровой осциллятор, этот Brights. Компания Mutable Instruments выпустила такой популярный осциллятор в то время. Он вышел в 2013 году, а в 2018 году он получил свою замену на осциллятор Plates. Кто-то его называет Plates, кто-то Plates. Ну, не знаю, мне удобнее как-то читать Plates. Пусть будет Plates. Об этом осцилляторе я узнал из этого журнала. Этот журнал я взял в магазине Schneider в Берлине, где был в последний раз, кстати, в 2018 году, до пандемии еще. И здесь на обложке нарисована Кома Электроник. Здесь написано, что это Кома Лаборатория. Она основана как раз-таки на устройствах Кома. Кстати, прикольная компания. Я был у них тоже в офисе в Берлине и общался с ребятами. И они мне, кстати, там чинили модуль один. У меня был тоже модуль Кома Электроник. Я его поломал и потом заезжал и чинил его. А в 2018 году я взял этот журнал. И самое примечательное то, что на одной из страниц здесь располагается что-то типа анонс новых модулей. И тут как раз-таки есть вот этот вот модуль Plates, который вышел на замену Brates. Получается так, что эти модули и Brates и Plates, многие имеют их оба в системе, и я в том числе. Plates позаимствовал от Brates очень много, но была переработана его структура, у него появились новые возможности. То есть на морде у него появились возможности управлять немного иначе этим модулем. Если сейчас пойти на сайт Modular Grid и посмотреть на модули и выбрать там осцилляторы и выбрать популярные, сортировать по популярности, то Plates будет на первом месте. Настолько этот модуль универсальный, что, не знаю, мне кажется, каждый попробовал его в своей системе, и я советую его, на самом деле, каждому попробовать в своей системе, тем более, что он один из самых дешевых, учитывая ту возможность, что еще можно создать, не покупать оригинал, а создать с помощью мастеров. Короче, его можно собрать дешевле. Есть в России ребята, которые делают. Можно купить более тонкие версии этого модуля, вот как у меня, например. Вот. Этот модуль называется Knit. Plates, Knit, Brights, это все связано с косами, с плетением, там что-то такое. Короче, философия этого модуля заключается в том, что он макроосциллятор. И у него есть возможность вейвшепить самого себя, у него есть возможность делать low-pass gate. Блин, сложно рассказываю. Как бы попроще-то объяснить. Давайте, наверное, уже перейдем к делу. Я его установлю и буду показывать по ходу, что есть что, чтобы объяснить его функционал, потому что на пальцах очень сложно. И вы, наверное, не понимаете. И мне сложно. Итак, осциллятор Knit. Смотрите, есть органы управления, которые управляют частотой frequency, гармоника, тембр, морфинг. Есть три аттенюатора и инпуты для этих аттенюаторов. Этот аттенюатор управляет этой ручкой, этот, этой. Аттенюатор – это как бы усиление или ослабление сигнала. То есть, если сигнал будет мощный, можно регулировать этим аттенюатором, чтобы сделать его поменьше. Здесь у нас есть вход вольт-октава, есть trig input, есть вход для гармоники, это для ACV, чтобы управлять этой ручкой без аттенюатора. Есть input model – это, чтобы переключать эти волны. Их можно также будет замодулировать, и посмотрим, как это будет звучать. На самом деле, это вообще очень крутой режим, который позволяет играть разными формами волны. Звучит иногда очень круто, но довольно тяжело настраиваться в том плане, чтобы это было интересно музыкально. То есть, придется поковыряться. Попробуем сегодня это сделать. И два выхода. Обычный output mono и aux. Он иногда служит в качестве дополнительного выхода, чтобы это было, например, субосциллятор или какая-то еще функция, может быть, у него. Иногда можно добиваться каких-то стерео интересных звуков. Давайте подключим. Я подключил также стерео, чтобы было понятно все возможности осциллятора. У меня сейчас включен wave shaper-осциллятор, и у него эти ручки означают следующие параметры. Ручка гармоникс отвечает за форму wave shaper, форму волны, а ручка тембр отвечает за воздействие этой волны на основную, то есть называется wave foiler. Morphing отвечает за асимметрию этой волны по отношению к основной, то есть, ну, сдвиг, в общем-то, как-то так. Для других осцилляторов это будут абсолютно другие параметры. И все эти параметры, я буду их указывать на экране, чтобы вам было понятно, а сам параллельно буду потом джемить, и вы послушаете просто. Можно переключать октаву. Комбинация клавиш это плюс вот это. Ну, чтобы видео не превращалось в какое-то жужжание, давайте мы подадим заранее заготовленную секвенцию. Пока я подам только триггер. И для этого триггера есть следующие настройки. Когда мы зажимаем вот эту кнопку, у нас открывается доступ к параметру decay. Сигнал может быть длинным или коротким. Вот эти четыре диода отвечают за его громкость, грубо говоря, уровень. А эти четыре диода отвечают за фильтрацию. Еще одна фишка этого осциллятора, то что здесь можно создать некий lopas gate эффект. Ну и поскольку это модульный синт, давайте мы подадим на него LFO на какой-нибудь из параметров, чтобы нам не приходилось, например, крутить эту ручку. Будем крутить ее с помощью LFO. А другой LFO подадим на другой параметр. Ну, например, на вот этот вот. И добавим аттенюатор. Положительная или отрицательная. То есть, когда прямо, значит, нет никакого воздействия. А когда вот так. В отрицательное значение. И в положительное. Давайте я добавлю кик и хай-хет, чтобы было более музыкально. Пока у нас всего лишь первый осциллятор. Ну, точнее, он второй по счету, но я решил начать с него. Мне просто нравится он очень. И я еще также добавлю сейчас внешний эффект. Ну, например, как бы это делали вы, создавая музыку, чтобы звук не был таким сырым, острым, и чтобы это было более похоже уже на какую-то композицию. Идем дальше. Отключу эффект. Вот, и непонятно. И подниму октаву. И чуть-чуть побольше сделаю дикее. Также у меня прописана тут мелодическая часть от секвенции. Сейчас играет только модуляция с помощью LFO, да, и играет триггер. И мы добавляем нотную информацию, и посмотрим, что получится. Ну, мне хочется пониже сделать уже. Что там с фильтром? И дикее. Добавим внешний эффект. Другой эффект. Идем к следующему осциллятору. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто прыгаем по октаве вверх-вниз Продолжение следует... Вот это FM, это что-то воздействие на чистоту, грубо говоря, очень мощное, да? Но мы можем, например, попробовать еще один LFO добавить с помощью кабеля аттенюатора, который совсем чуть-чуть будет менять. И попробуем сделать такую D-Tune. Не, не получается, ладно. Эндот, наверное, вариант. Идем дальше. Сейчас эффект чуть-чуть путишь сделаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше идем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Берем пока LFO, потушим глаз, а так, без модуляции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И аккорды. Сейчас повыше. В общем, мой любимый, на самом деле, осциллятор. еще один любимый помедленнее сделаем у меня субметом получилось ну Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас на этом примере покажу, как работают два выхода Вот здесь, например, есть корневая нота и аккорд, который строится То есть один выход — это корневая нота Сейчас Вот Это нота, аукс, а аут — это аккорд То есть можно взять и сделать моно, вот так Ну, либо использовать его с корневой нотой, от которой строится аккорд Ну, это вот в этом режиме аккорды В других режимах там по-разному реализован этот выход Это голос Он там может буковки говорить, говорить цвета, если его правильно там настроить И уберем нотную информацию И перейдем в ритмический режим, когда говорят красные светодиоды Субтитры сделал DimaTorzok Несколько типов Нойза тут и есть Ну, с эффектами прилично звучит Это, по-моему, из модуля Rings взято Вот этот тип синтеза Или этот, не помню, какой-то из этих Ванитель на октаву И рябочка Усиливается атака таким образом Decay Многие используют бочку в качестве баса Добавляя на него дилей, например, вот так Попробуем нотную информацию подать на него Много, да? Снэр Хай-хэт И давайте я вам покажу, как работает тут input Модуляции вот этой переключения между осцилляторами То есть мы будем подавать на него LFO Сейчас я помедленнее его сделаю сразу Сейчас ничего не подается, потому что аттенюатор мой Вот этот внешний Выключен Я чуть-чуть буду добавлять И будем смотреть, как будут волны переключаться Самостоятельно в зависимости от этого LFO Добавляем Побыстрее LFO ЛИКИ подлежит Не знаю, что ты сегодня Сегодня не прет с этим рандомом, но я вам точно говорю, что можно иногда очень крутое поймать сочетание. Ну что, как вам? Понравился плейд? Или книд? Как хотите, называйте его. В общем, Mutable Instruments по мне так создала очень крутой осциллятор. Именно поэтому, наверное, он популярный. Но в данном случае популярность не значит плохо. Суть в том, что многие люди, которые собирают себе модульный синтезатор, они стремятся к какой-то уникальности. То есть, в принципе, сам модульный синтезатор – это определенная уникальность в звуке. Ну, по крайней мере, многие так считают, когда начинают собирать этот модуляр. И что-то типа плохо, наверное, использовать какие-то популярные осцилляторы или популярные какие-то модули. Ну, то есть, хочешь уникальности – не используй популярные. Но мне кажется, что бывают некоторые вещи, становятся классикой при небольшом промежутке времени. И они пробивают все вот эти вот стереотипы о том, что популярное – значит плохое. Здесь абсолютно наоборот. То есть, это модуль, который стал классикой, что брейдс, что плейдс. Про брейдс, возможно, попозже тоже расскажу, если будет интересно. Может быть, даже сравню их между собой, чем они отличаются. Отличия есть. Отбросив всю эту стереотипность, я считаю, что плейдс пригодится любому человеку в его евро-рек-системе. Новичку или там профессионалу, или там человеку, у которого даже есть еще один плейдс. Может быть, он пригодится. Вот. Даже компания Бернджер скопировала его и выпустила свой модуль плейдс. Назвала его как-то там что-то брейн или как-то так. Добавила ему туда экранчик такой, типа как на коргах, знаете, там осциллоскоп такой. Показывает волну. То есть, это просто супер уникальный модуль, я считаю, в том плане, что он подойдет всем. Потому что в нем есть и перкуссия, даже если вам нужна какая-то базовая бочка или там снейр. Если вы, например, строите музыку свою только на бочке, ну то есть вы понимаете, что бочка для вас это все, то я рекомендую взять все-таки более какой-то узкий модуль для бочки. Но если вы иногда хотите подыграть какой-то бочкой, то этот модуль подойдет. То есть, его уникальность в том, что он всего по чуть-чуть. Поэтому он впишется идеально в любую систему. Что хочется сказать по поводу аналоговых или цифровых осцилляторов. История в том, что аналоговый осциллятор не даст вам такого функционала. Там нет возможности переключать так волны, как здесь. Там нет возможности из FM синтеза перейти в осциллятор аналоговый. Потому что FM это цифровой изначально, он не может быть аналоговым. Там есть возможность выбрать сайн, квадрат, треугольник, пульс. Их взаимодействие друг с другом. Это будет какой-то такой звук. Они, конечно, интересно звучат, потому что многие аналоговые осцилляторы имеют свою уникальную схему. Хотя есть такое мнение, что какая разница с осциллятором, они все одинаковые, сайн везде одинаковые. Но у меня, например, в моем аналоговом осцилляторе AFG есть аниматор, по-моему, или как так называется. Когда его включаешь, он на сайн добавляет небольшое такое уникальное свое, именно свой вейвшейп такой делает. И он звучит реально по-другому. Я его реально выбрал тоже по звуку, когда подбирал осциллятор. Можно было бы взять какой-то классический осциллятор, который там, я не знаю, Dixie, по-моему, как так назывались. Довольно популярные аналоговые осцилляторы, где много волн базовых. Но я не стал и взял комплексный осциллятор, который имеет кучу входов и выходов для того, чтобы делать с ним какие-то интересные эксперименты. Он стоит дорого, но у него есть возможности по вейвшейпингу даже самого себя или через дополнительные модули вейвшейперы можно создавать какие-то интересные. Да что-то говорить, у него сзади толщина этого модуля вот такая и куча-куча компонентов. Ну, не может быть так, что плоский модуль и там такой толстый звучит одинаково. Это 100% не так. Но это мое мнение, как бы каждый может выбрать любой осциллятор себе. Но по-хорошему, если вы рассчитываете какую-то иметь не суперкомпактную систему, ну, среднюю систему, пару осцилляторов точно надо иметь и цифровой, и аналоговой для разных задач. Аналоговые осцилляторы чаще всего, если они какие-то комплексы, они стоят дорого. Поэтому тут нужно подходить каким-то опытным путем, наверное, пробовать крутить и слушать их. Можно посмотреть, конечно, демо на ютюбе, но сами понимаете, что никто вашу музыку в демо не сделает. Каждый делает там свою музыку и очень сложно вообще оценить, будет ли это круто звучать у тебя в руках или нет. Ну, круто имеется в виду вот субъективно, да, для каждого человека своя музыка. Потому что, когда я смотрю какие-то демо на ютюбе, я всегда понимаю, что то, что сейчас играет, это не то, как это будет играть у меня. Покупаешь устройство, и там все равно твоя музыка. Даже тот же, вот вернусь, отвлекусь точнее на тему. Есть такой Валдор Блафилд, супер какой-то трансовый там синтезатор, эмбинтовый, он вейхтейбл, синтезатор. Я думал, блин, капец, вот он, наверное, там, сложно с ним что-то какой-то сделать звук, который мне нужен был, допустим, какой-то аккуратный. Абсолютно не так, просто я на нем делал все, что угодно. Крутой синтезатор, надо будет его вернуть к себе как-нибудь. Сейчас у меня его нету, немного жалею об этом. Поэтому не ведитесь на демке на ютюбе, даже то, что вы здесь сейчас слышали, это все равно будет у вас звучать иначе. Потому что ваша музыка, она находится у вас в голове, она будет получаться у вас иначе. И я думаю, что вам понравится больше, чем демо на ютюбе. Смотрите какие-то другие факторы, но вообще на самом деле на совокупность факторов смотрите. Если вы только начинаете строить свою модульную систему, я советую, и пытаетесь как-то сэкономить бюджет на данном этапе, я советую пройтись по каким-то недорогим осцилляторам. Например, вот тот же плейтс, он стоит недорого. Можно попробовать, начать с него, потому что у него очень много функций. И потом вы уже выберете, какой тип синтеза вам интересен. Потому что у него есть возможность и FM попробовать, и парочку осцилляторов друг с другом перемешивать, и какой-то гранулярный, в принципе, даже драмы попробовать. Советую начать. Тем более есть возможность собрать эти модули в России с помощью некоторых ребят. Если интересно, дам контакт, напишите мне. Они собирают эти модули, и это стоит дешевле. ПУ-рынок переполнен этим модулем, потому что они простые. Люди, которые давно сидят уже с модульными синтезаторами, их сливают. Может быть, им скучно они как-то стали. Не знаю. Просто есть такая тенденция, что надо попробовать что-то еще, чтобы найти волшебную пилюлю, так сказать. Но ее нет, на самом деле, этой волшебной пилюли. Есть лишь только вы, есть устройство, и можно и на табуретке сыграть музыку, которая внутри вас сидит. И тут не зависит, на самом деле, купили вы крутой осциллятор или не крутой. Но, если вы хотите недорого получить цифровой осциллятор, вот у нее тут, как оказалось, есть даже low-pass, есть у него VCA, у него есть возможность просто триггернуть его с помощью какого-то устройства. То есть, получается, экономите как минимум два модуля, и можно запустить его прямо уже сейчас. Единственное, что вам понадобится, это, конечно, на Input CV подавать какую-то мелодию. Поэтому тут я советую все-таки посмотреть в сторону каких-то, может быть, недорогих клавиатур, которые поддерживают CV-Gate, либо это может быть какой-то секвенсор, бит-степ, там, первая версия вообще недорого стоит. Ну, я, на самом деле, Korg SQ-1, наверное, посоветую, потому что он компактный, это батареек, и если вам нужна секвенсированная музыка, вот так, если клавиатура, то, наверное, какие-то кей-степы, посмотрите. В принципе, этот модуль, кей-степ, и вот, получается, синтезатор уже есть. Мы сегодня не использовали, конечно, еще LFO, ну, для того, чтобы оживить, но можно и крутить, да, руками. Конечно, модульности тут пока не будет никакой, ну, пожалуйста, вот LFO плюс осциллятор, и уже можно создавать модуляцию интересную, записывать ее, сверху наслаивать. То есть, получается, можно вот с помощью постепенной записи создавать трек. Другое дело, что он звучит немножко плосковато. Ну, я не знаю, заметили вы или нет, но есть такое ощущение, что там все цифровые модули, они имеют такую характерную особенность, что они немножко плосковато звучат, в отличие от аналоговых осцилляторов, которые звучат жирно. Ну, аналоговый осциллятор, аналоговому осциллятору тоже разница. Современные устройства, даже аналоговые, могут звучать тоже плоско. Поэтому, не знаю, я как бы в этом не очень разбираюсь, я определяю чисто на слух, но по своим ощущениям, мне кажется, что... Ну, вот у меня было два бастейшна, один первый в версии, другой второй, они абсолютно по-разному звучат. Новые бастейшны клавишные, хотя там тоже 90-е годы, да? А новые клавишные, они тоже не так звучат, что-то не так с этими осцилляторами современными, не знаю. Я надеюсь, вас не очень витомил сегодня, потому что сам погрузился в музыку, немного уснул. В принципе, уже время поздно, наверное, я уже хочу спать, хотя сегодня вечером я планировал кое-какое место еще посетить, послушать музыку. Хочу вам сказать, что мне очень нужна ваша поддержка на данном этапе. Я хочу, чтобы мой канал рос и рос быстрее, потому что уже целый год я занимаюсь этим каналом, брал передвижку на лето, но не потому, что я не хотел что-то снимать, но просто не было времени. Летом, сами понимаете, классная погода, хочется гулять, хочется заниматься какими-то другими вещами. Сейчас снова сезон дождей начинается скоро, и больше времени буду проводить дома, соответственно, наверное, буду больше снимать контента. Обещать не буду, но, по крайней мере, планы сейчас такие. Я хочу, чтобы вы поддержали мой канал, я хочу, чтобы вы нажимали лайки, по возможности комментировали и проявляли какую-то активность. Если у вас есть возможность, запостите какой-нибудь видос у себя где-нибудь в соцсетях, это будет тоже мне на руку, и я за это вас благодарю заранее, если у кого-то получится это сделать. Также, чтобы поднять активность к своему каналу, ну и на самом деле, у меня просто есть эти постеры, и я хочу, чтобы они были у вас, а не лежали и не пылились у меня, и поэтому я буду их вам отправлять. Этот постер я снова разыгрываю. Пишите в комментариях. Я хочу, чтобы вы посоветовали какую-то интересную музыку, которую вы считаете интересной в плане электронности, или там, может быть, какое-то звучание, осцилляторы, что-то вас, вот что-то вас цепляет в этой музыке, и вы хотите поделиться ее со мной, присылайте название в комментариях, можете просто трек кинуть, можете название кинуть, можете написать еще, почему она вам нравится, тут я не принуждаю, просто многие не любят писать, но ссылку, я думаю, точнее, название трека скинуть, лучше скинуть название трека, я думаю, что вас не затруднит, и комментариев будет больше, соответственно, активность ролика также возрастет, и трек, который мне понравится больше всего, человек, который его пришлет, он получит вот этот вот постер. Так же, как и постер из предыдущего видео, этот постер будет разыгран в следующем видео. Модулярные будни будут существовать, как минимум, еще раз, два, три, у меня еще будет три модуля в этом ящике, еще три видео я сниму в будущем, так что подписывайтесь, я думаю, будет интересно. Я хочу сделать так, чтобы эта серия видео была полезна и новичкам, у которых очень много открытых вопросов, как, что, где, какие моменты, что купить. Так же, чтобы это было интересно и не новичкам, в качестве развлекательного контента, чтобы они посмотрели и, может быть, вдохновились своими старыми модулями, которые у них уже есть. Суть вообще всех этих видео моих на канале, она заключается в том, чтобы вдохновить вас на создание музыки, потому что именно побуждать создавать музыку у вас могут только такие факты, как вдохновение. Вдохновение приходит с покупкой устройства, но оно быстро проходит после покупки. А какой-то интересный контент или сама музыка, новая, прослушанная, она вдохновляет на создание. То есть чье-то творчество другое извне, оно вдохновляет на ваше творчество. Поэтому не сидите на месте, создавайте что-нибудь. Я буду рад, если вдохновлю кого-то на создание такого же канала, например, или на создание трека. Если вас не затруднит, вы можете писать мне об этом. Это будет также меня вдохновлять, это также будет побуждать меня. То есть творчество вдохновляет творчество. Я считаю, что этот круг, он должен быть нескончаемый, потому что именно благодаря творчеству и музыке предыдущих годов мы продолжаем создавать эту музыку прямо сейчас. Я считаю, что без этого нет будущего. Нужно обязательно продолжать вот этот вот клубок. И он продолжается. Нет в этом, конечно, никакого дефицита. Но, тем не менее, если говорить в формате моего канала и тех, кто смотрит сейчас это видео, давайте поддержим эту цепочку. Надеюсь, видео для вас было полезным. Пишите обязательно в комментариях, если это было на самом деле так. И пока. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok